Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Навигатор будущего» Барышова Наталья Алексеевна. Здравствуйте! Наталья Алексеевна, вы являетесь руководителем международного проекта «Сотрудничество молодых людей с синдромом Дауна. Рисуем вместе». Расскажите немного об этом проекте. Совершенно верно. 20 августа в наш город прибывает немецкая делегация из города Побратима Мюнстера. 9 человек, с которыми мы планируем провести незабываемую неделю в нашем городе. Проект является продолжением. В мае 2017 года в городе Мюнстере прошел уже проект «Рисуем вместе», но тогда он был трехсторонним. В нем участвовала еще одна сторона – Польша, город Побратим Мюнстера – Люблин. И мы были воодушевлены итогами проекта, теми результатами, которые в течение недели мы смогли достичь в вопросах реабилитации, социализации молодых людей с синдромом Дауна. Когда в сентябре 2017 года итоговую выставку работ мы показали здесь, в Рязани, всплеск интереса был очень большой, особенно в школах, где обучаются данные дети. И вот с 20 по 27 августа в нашем городе пройдет, ну можно сказать, второй этап этого международного проекта сотрудничества молодых людей с синдромом Дауна «Рисуем вместе». А в чем его суть и как он будет проходить? Главное направление – это артерапевтические занятия с молодыми людьми с синдромом Дауна, которые позволяют преодолеть языковой барьер общения молодых людей с синдромом из Германии и из России. И несмотря на ограничения, которые имеются у данной категории, они могут рассказать о себе, могут заявить о себе, что для них важно, на что они обращают внимание, какие они на самом деле. Потому что многие из них не говорят, и как высказать себя, как рассказать, заявить о себе. А когда начинаешь работать с ними, общаться, понимаешь, насколько они глубокие, насколько они тонко чувствуют, и насколько они нужны нашему миру, чтобы нас, людей здоровых, направить в нужное русло. Потому что главная особенность этих людей в том, что в них нет зла. Они мир видят только в добрых красках. И вот эти артерапевтические занятия закончатся у нас созданием выставки, которая откроется в пятницу в Горьковской библиотеке в два часа, куда мы хотим пригласить рязанцев, гостей города. А затем эта же выставка уедет в город Мюнстер, где тоже участники проекта поделятся результатами своих работ. А дети будут только рисовать или будут еще какие-то занятия? Занятия будут многоплановые. Мы будем работать с разными материалами под руководством немецких специалистов. К нам едут специалисты, художники, которые входят в объединение художников города Мюнстера, ПАРТ-62. Именно под их руководством мы работали в мае 2017 года в Мюнстере. И здесь сейчас, опираясь на результаты уже реализованных мероприятий, занятий с детьми, мы будем пробовать новые техники, которые они для нас придумали. Мы, конечно же, приглашаем и наших специалистов. Будут задействованы специалисты Научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы, где я являюсь сотрудником. И вместе с моими коллегами мы готовили молодых людей к этому проекту и в 2017 году, и сейчас. Кроме того, специалисты двух школ участников проекта – это школа-интернат «Вера» и школа номер 23 города Рязани. Мы хотим, как всегда, убить нескольких зайцев. То есть это не только общение молодых людей. К слову сказать, их будет 8, 6 участников с нашей страны и двое с немецкой страны. Мы хотим, чтобы обменялись опытом и наши специалисты. Поэтому проведение вот таких мастер-классов будет совместно с тем, чтобы повысить уровень компетенции наших специалистов, показать одновременно то, что мы умеем и как мы работаем. Потому что методики, конечно, различаются. И поэтому данный проект будет полезен нашему городу и в этом вопросе. Получается, рязанцы уже раньше участвовали в таком мероприятии, в таком проекте. А вот где можно увидеть ранние работы? Ранние работы выставлялись в библиотеке Горького в сентябре 2017 года. Они сейчас уехали в Польшу, в Люблин, где будет тоже проходить выставка. Сейчас их можно увидеть только в электронном виде, на страницах в социальных сетях, в группе «Навигатор будущего». Или на страницах, интернет-страницах администрации города, библиотеки Горького, которые рассказывают именно в новостной ленте о том, как проходила выставка и как это выглядело. Это такой первый большой проект для Рязани или были какие-то еще до этого? Для Рязани, именно как принимающей стороны, этот проект действительно первый. И мы очень рады, что нашли при поддержке наших многочисленных благотворителей возможности, чтобы реализовать этот проект на тех же условиях, на которых и мы выезжали. Участники платят только за проезд, перелет, все остальное обеспечивает рязанская сторона. И я горжусь тем, что некоммерческие организации и наши бизнес-партнеры соединились в таком братстве, чтобы это все реализовать и показать, что мы можем это делать. Нам хочется, чтобы в Рязани таких проектов стало больше. Почему? Потому что, на мой взгляд, партнерство городов заслуживает того, чтобы в нем участвовали и люди особые, не только синдромом Дауна, но и другие категории. Мне хочется, чтобы вот эти проекты проходили у нас на такой, на долговременной основе, потому что Мюнстер признан самым удобным городом для проживания инвалидов в Европе. Они заняли первое место. Нам есть чему учиться, нам есть куда расти. Сам проект наш, который стоял у истоков организации «Навигатор будущего», был тоже германо-российским. Мы его задумывали как обмен опытом между организациями, помогающими детям инвалидами, у нас в городе, Рязанская область и город по братьям Мюнстер. И мы получили колоссальные результаты. Мы получили сообщество специалистов международное, которые помогают данной категории. Мы повысили уровень компетенции, провели курсы повышения квалификации. Международные практические конференции, где показали итоги проекта и убедили в том, что совместными усилиями мы можем изменить к лучшему жизнь таких людей намного быстрее. Я говорю, что не нужно изобретать велосипед. Нужно спросить, как это сделать, оттолкнуться от этого и сделать еще лучше. А вот давайте немножко остановимся на вашей организации «Навигатор будущего». Расскажите немного о ней, как она появилась, как давно она появилась и сколько детей сейчас там. Мы впервые собрались в рамках германо-российского проекта «Навигатор будущего» в ноябре 2010 года. И тогда мы пригласили в проект, немецкая сторона выступила организатором, инициатором интернационально-образовательного центра «Беннахаусбюргерхаус» города Мюнстера при поддержке администрации города Рязани. В первый раз мы собрали 10 представителей 10 организаций в нашем городе Рязани и поняли, что проект нужен в первую очередь не Мюнстеру, который хочет поделиться практиками, а нашему городу, чтобы всех соединить, объединить, чтобы понимать, кто чем занимается, понимать, кто обладает какими ресурсами, чтобы научиться делиться этими ресурсами, чтобы делать свои проекты намного-намного интереснее, шире, разноплановее. Постепенно к нам, помимо учреждений образования, школы именно были первыми, кто вступил в проект. Присоединились учреждения комплексной помощи социальной защиты населения. Затем присоединились некоммерческие организации, библиотеки, учреждения культуры, которые мы изначально как-то не брали во внимание, а они тоже многое делают для такой категории людей. И таким образом у нас собралось межведомственное такое собрание организаций, которые помогают детям-инвалидам, молодым людям с инвалидностью и вообще людям с инвалидностью. Сказать, сколько на сегодняшний день у нас детей, специалистов, вопрос очень сложный, потому что мы не задавались таким вопросом, потому что главная наша функция и в рамках проекта, и сейчас остается координация взаимодействия вот этих различных учреждений. Так что можете прикинуть сами, если в одной школе где-то порядка 100 детей, 50 человек, коллектив специалистов, 20 образовательных учреждений, включая школы и интернаты. Это только образовательные учреждения, плюс все-все остальные. Нас много, и хочется, чтобы нас становилось еще больше, чтобы мы были все вместе. Девизом проекта и, в принципе, работы нашей организации является слоган «Вместе сегодня, сильнее завтра». И он на деле это показал, потому что, конечно, хорошо, если организация работает, если, допустим, это какая-то организация бюджетная, которая хорошо финансируется и делает эти проекты, но к ней может добавиться некоммерческая организация, общественники, которые являются такой силой, которые, несмотря на отсутствие одного, второго, пятого, десятого, делают прекрасные проекты, а при поддержке уже сегодня фонда президентских грантов эти проекты становятся грандиозными, инновационными. Вместе мы можем все. А вот расскажите, какие занятия проводятся, Сандре, как работают с такими детьми? Мы работаем все-таки проектной деятельностью, но какие-то проекты у нас разовые проходят, какие-то проекты мы повторяем вот уже из года в год, начиная с 2014 года, как стали уже работать в статусе организации. Из таких больших проектов хочется назвать межрегиональный фестиваль в поддержку людей с ограниченными возможностями «Подснежник», который стартует у нас 21 марта в день людей с синдромом Дауна и заканчивается 2 апреля в день информирования людей об аутизме. Это две недели, когда город живет только этим. Мастер-классы, концерты, различное информирование, акции, конференции научно-практические, круглые столы по актуальнейшим острым проблемам, которые могут поднять общественники. Конечно же, мы делаем это в партнерстве с другими некоммерческими организациями, такими как «Свой путь», «Доброе сердце», «Про детство» и ряд-ряд других. В сентябре у нас традиционно проходит фестиваль семейного воспитания «День Айста». Мы это делаем тоже совместными усилиями с Министерством образования и молодежной политики Рязанской области. Это такие вот большие мероприятия. Традиционным стал у нас инклюзивный чемпионат по рисунку «Россия, я люблю тебя». Он проходит в День народного единства. И заслугой организации нашей является то, что мы убедили администрацию города, что на больших городских праздниках не нужно выделять закуток или отдельное место, где бы могли провести время инвалиды. Мы не хотим так. Мы хотим, чтобы они ходили по всем площадкам, были полноценными участниками, участвовали во всем. И для того, чтобы доказать, что такие дети не опасны, доказать родителям таких детей, что их нужно приводить на такие праздники, мы специально инициировали вот такой инклюзивный чемпионат рисунка. Он проходит всегда под открытым небом и участвуют все вместе. Нет разделения на особых, не особых, все равны. И мне очень хочется, чтобы вот этот термин «особый», он вообще ушел бы из обихода. Просто дети, просто молодые люди. Да, они такие. А разве есть два одинаковых человека на Земле? Кроме того, проекты, которые мы делаем, направлены на поддержку родителей, воспитывающих таких детей. Так, в течение 2017 и 2018 года у нас активно работала терапевтическая мастерская, мастер-классы, в работе которых принимают участие и родители, и дети. Мы учим их разным техникам шитья, производства, например, различных каких-то подделок, то, чем можно занять руки и освободить голову на время, и то, что можно потом использовать в совместной деятельности дома. Очень хороший проект, добрый, проводим мы его вместе с библиотекой Горького, и очень-очень этому рады, потому что они нас гостеприимно всегда принимают и поддерживают во всех наших проектах. Наталья Алексеевна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова